Добрый день, с вами компания Групп Монтаж. Мы продолжаем транслировать наш проект «Строим каркасный дом вместе». Сегодня восьмая серия нашей стройки. Мы традиционно произведем обзор, что сделано за неделю и покажем. За моей спиной вы видите, что дом уже приобрел конечную форму, появились окна пластиковые, обшили мы гидроизоляцию и утепление сделали. Вот мы поднялись на второй этаж. Можете посмотреть перегородки. Уже появляется перегородка межкомнатная. На полу сделали фанеру, постелили двенашку. Скажу, что зазор обязательно надо оставлять мм 3-4 мм между листами. Даже у меня сам заказчик интересовался, почему-то зазоры. Это просто необходимость. Если поставить встык фанеру, она от влаги будет распирать. Это неплохо. Здесь будет либо паркет, либо ламинат. Вот вставлены все окна. Сделано утепление до конца пароизоляции обрешетка. Уже на эту обрешетку можно использовать несущую конструкцию для крепежа вагонки, либо гипсокартона и так далее. Ну, сейчас немножко вам расскажу о планировке. Прошу прощения за такой рабочий беспорядок, рабочая обстановка. Вот в принципе заказчик и так далее. Показчик выбрал для себя помещение при подъеме на второй этаж. У него здесь, ну, как небольшой холл. И здесь разнонаправленные двери. Таскать, четыре помещения. Это будет использоваться под санузел. Помещение по левую руку. Здесь и три комнаты. Здесь большая комната гостиная. Там может быть хотя гостиная на втором этаже. Ну, может быть, в принципе. И вот фанера, вот покажи. Фанера полностью сделана. Мы усилили пол достаточно. Он раньше шатался, прогибался. Потому что большие... Смотрите, предыдущие серии я объяснял почему. Там большие пролеты между балками. И поэтому чувствовалась вибрация. И, тем более, мы нагружали на первый этаж. Ставили каркасный дом. Значит, и пол пришлось усиливать. Так. Ну, пройдемте. Я могу показать, как утеплялась перегородка. Вот. Видите, как все плотно. В три слоя утеплителя здесь толщина стен 15 сантиметров. Почему 15? Могла быть меньше на самом деле. Но, так как в предыдущих сериях я показывал, здесь стоят подпорки. Я показывал, что крупный брус, который держит потолок и кровлю, подпирает с первого этажа. Он уже имеет размер 15 сантиметров. Поэтому, значит, мы решили использовать стены и перегородки тоже 15. Будем утеплять полностью так же в пароизоляцию окутывать, набивать об решетку. В принципе, вот так на ваших глазах вырос и появился дом. Да, кстати, вот посмотрите, в разрезе есть участок пола, еще не покрыт фанерой. Мы специально оставили, потому что здесь остались незавершенные работы с дымоходной трубой. Вот, здесь труба вообще интересная. Мы решили ставить сэндвич трубу, как я уже говорил, еще раз повторюсь, утепленную с нержавейки. Печь здесь имеет два дымохода. Я раньше разбирал, смотрел, зачем же, что это вообще такой выступ. А это, оказывается, тут еще был дымоход. Тут две печи, оказывается. Еще с кухней есть печка. И когда ложили, видимо, эту трубу, два дымохода сделали в один. И несколько усложнилась задача с дымоходом. Ну, я не знаю, этим делом будет заниматься отдельно человек, печник. Потому что это дело серьезное. То есть я не хочу брать на себя ответственность с этим дымоходом. Потому что все-таки речь идет о пожарной безопасности. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Я могу лишь только проконтролировать, как ведутся работы на объекте и так далее. А заниматься должен специально обученный человек. Ну вот, в принципе, все, друзья. Я вам показал сегодня, что сделано внутри. Полностью в доме чувствуется тепло. Стало значительно теплее. В принципе, такой экономичный, энергосберегающий дом. Каркасного типа. Как видите, довольно-таки просторный, комфортный. Здесь площадь второго этажа 100 квадратных метров. Там может чуть больше. Вот. Сейчас, сегодня приедет кровельный материал, водосточная система, станки по кровле. Здесь будет фальцевая кровля. Уже приехала у меня бригада кровельщиков, которая будет этим делом заниматься. И смотрите в следующих сериях. Подробно мы будем производить подшивку. Монтаж лобовой и фризовой полосы пластика. Вентиляцию кровли. Устройство на карнизе вентиляции кровли. И монтаж водосточной системы. Системы Аквасистом. Ну и дальше в сериях. Смотрите, как будет делаться кровля. Потому что моментов будет полезных очень много. У нас есть примыкание к стене фальцевой кровли. Я посвящу обязательно моменту. Вот пришла машина с заказанным металлом для фальцевой кровли. Металл здесь будет, кстати, импортный по Урал. Покрытие по Урал. Гарантия 50 лет. Очень хорошее покрытие. То есть если сравнивать полиэстер, Урал и еще там всякие покрытия. То это все, что самое лучшее. Это вот искрашенного железа в Урал. Ролики я комплектовал для фальцевой кровли. Чтобы были по 40 погонных метров. Чтобы были они два человека, как вы видите. Могли, в принципе, более-менее взять и разгрузить. И не поймать. Да, и не поймать. Что еще? Ну, пришла водосточная система. Сейчас я проверю на Минклакуру. Потому что много всяких мелочей. Пришла призовая полоса. Люк. Чердачная лестница. Люк. Лестница. Значит, водосточка. Выходная желоба. Крупы комплектующие. Кремера для пальцевых кровли. Из нержавейки. Лента ПВХ для вентиляции, ну вроде бы все есть. Ждем станка. Значит, вот поднимаем антицептированную доску на второй этаж для обрешетки стен. Поднимаем через окно, увы, что делать? Через лестницу не раскрутишься. Итак, я хочу подытожить сегодняшний день, попрощаться. Кто в первый раз попал к нам на страничку, обязательно смотрите предыдущее видео. Подписывайтесь, не забывайте лайкать. Всегда вам рады. С вами был Мороз Алексей и оператор. Василий, как всегда. Компания Кровмонтаж. До встречи.